Одна из худших вещей, которая произошла с долларом США за последние 50 лет, случилась вчера. И это, на мой взгляд, один из самых больших катализаторов роста для биткоина. Удивительно, что многие ведущие новостные издания не освещают это событие прямо сейчас. Давай начнем по порядку. Основной способ измерения инфляции называется индекс потребительских цен, CPI. И он не включает в себя продукты питания или топлива. Американцы уже называют его не CPI, а CP-лай, от слова лай, ложь. Они постоянно пересматривают формулу расчета и убирают или добавляют то, что, по их мнению, может испортить или улучшить статистику. В любом случае, официальная инфляция достигла 3,3%, что ниже ожиданий. Именно поэтому рынки отреагировали на эту информацию благосклонно. Но любой, у кого есть хотя бы две клетки мозга, знает, что инфляция не составляет с 3,3%. Она гораздо, гораздо выше, потому что с годами вещи становятся все дороже и дороже. Вилли Ву тоже согласен со мной. Все, что они делают, это меняют формулу расчета, чтобы запудрить мозги. Кофе сильно выросло? Давай не будем учитывать его в общей инфляции, и все будет хорошо. Бензин подешевел? Супер, учтем это в новом отчете про инфляцию. На самом деле инфляция составляет не менее 10%. S&P 500 приносит 11% дохода, золото 8%. И только биткоин с прибыльностью 30-80% может защитить нас от такой инфляции. А за все время существования с 2010 года биткоин вырос на 107 миллионов процентов. За это же время с 2010 года вот что произошло с долларом. 1 доллар из 2010 года сегодня стоит 1 доллар 44 цента. Грубо говоря, чтобы купить что-то, что в 2010 году стоило 1 доллар, сегодня нужно потратить почти полтора. И как ты видишь, с 2021 года этот тренд ускорился. Это ведет нас к сумасшедшей истории, которая произошла вчера. Московская биржа в России официально приостановила все торги долларами США и евро после новых американских санкций. Это также происходит на фоне того, что Брикс заявил, что находится на завершающей стадии своей программы запуска новой валюты, обеспеченной золотом. Именно для нее, начиная с конца 2022 года, Брикс накопил в своих резервах тонны золота на миллиарды долларов. Да, это происходит уже некоторое время, но в последние дни события просто значительные и знаменательные. Это происходит не только в Брикс, который готовит цифровые валюты вроде цифрового юаня. Но у нас есть еще одна сумасшедшая история, и я не мог поверить, когда прочитал ее. Но вот она. Я уже снимал об этом видео, но тогда Саудовская Аравия находилась в состоянии принятия решения. Но сейчас они это решение приняли. Саудовская Аравия отказывается от доллара США и не будет продлевать 50-летнее нефтедолларовое соглашение с Соединенными Штатами. Теперь Саудовская Аравия будет продавать нефть в нескольких валютах, включая китайский юань, евро, иену и так далее, а не только лишь в долларах США. В 1974 году Саудовская Аравия и США заключили нефтедолларовое соглашение. США сказали Саудовской Аравии, чтобы мы могли защитить вас и дать вам экономический стимул, мы потребуем, чтобы вы покупали и продавали нефть только в долларах США. Вот почему мы называем это нефтедолларом. Это произошло сразу же после 1971 года, когда Никсон лишил доллар привязки к золоту, что по сути уничтожило старую финансовую систему, основанную на золоте, и это привело нас к фиатной системе, в которой мы сейчас существуем, и которая не подкреплена ничем, кроме военной мощи и доверия. Поэтому не удивляйся, что нарушив доверие, которое трудно вернуть, старая финансовая система обречет себя на гибель. Так что же происходит сейчас? Я просматривал комментарии и прочее, и я думаю, что многие люди сделали ошибочные выводы. Это не конец доллара США, это начало конца нынешнего доллара США, это большая разница. Она подразумевает, что все это возможно и было частью плана перезагрузки всей финансовой системы. Да, мы знаем, что Палата представителей разработала законопроект, который должен запретить ФРС США создавать цифровой доллар. Если ты давно следишь за моим каналом, то ты знаешь правду о Федеральной резервной системе США. Это не федеральный резерв, это даже не резерв. Федеральная резервная система – это как священная римская империя, не священная, не империя и не римская. Они не отчитываются ни перед кем, они не отвечают перед Палатой представителей, даже перед президентом. Они не отвечают ни перед кем, кроме своих акционеров. И какова же их главная цель сейчас? Их главная цель – запустить цифровую валюту Центрального банка. Так что независимо от того, что произойдет в Палате представителей, это все не имеет значения для них. Они 100% запустят цифровой доллар, независимо от того, хотим мы этого или нет, но он будет. А также такие страны, как Россия, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина и все остальные тоже запустят свои. Цифровой евро, цифровой рубль, цифровой юань, цифровая иена и так далее. Именно поэтому они все создают свои собственные цифровые валюты. И некоторые из них, на мой взгляд, будут гораздо более аруэловскими, чем другие. Так что да, это не конец доллара США, это только начало. С 2020 года национальный долг США вырос на 2,5 триллиона долларов. Подумай, почему их не волнуют объемы создаваемых долгов? Почему правительство США не заботится об этой проблеме? Да потому что у них есть другой план. У них есть запасной план по созданию цифровой валюты Центрального банка. И именно этот план будет реализован в жизни, когда долг взорвется. Они скажут, хорошо, у нас уже есть решение этой проблемы. Вот, цифровая валюта, пожалуйста. И это очень опасно. BlackRock и ФРС США имеют тесные связи. ФРС как минимум дважды за последние 20 лет просила BlackRock о помощи. И я не удивлюсь, если они делают это снова прямо сейчас. Просто публично об этом не заявляют. Возможно, вся суть истории со спотовыми биткоин-итфами от BlackRock сейчас заключается в том, чтобы перевести всех на фальшивый, деривативный биткоин. Сделай так, чтобы большинство биткоинов хранились на их кастодиальных сервисах, вроде того же Coinbase. Чтобы как можно меньше людей хранили свои биткоины самостоятельно. Зачем им это нужно? Чтобы люди оказались в ловушке следующей фиатной системы, которая появится на основе цифровых валют Центральных банков, которые будут привязаны к биоидентификации и социальному кредитному рейтингу. Думаешь, что я сошел с ума? Но это именно то, на чем они сейчас работают. И знаешь что? Сохрани это видео в закладках и посмотри его снова через 2-3 года. Поэтому не отдавай свои биткоины BlackRock или кому-то еще. Даже если это инвестиция в спотовый ETF, ты не хранишь эти ETF-ы самостоятельно. Они это делают за тебя, и кто знает, сможешь ли ты получить к ним доступ, если захочешь. Когда-то люди потребовали золота в обмен на свои доллары, а оказалось, что золота и нет. Так и закончился золотой стандарт. И как мы видим, кто-то это понимает. Пока все рассуждают, упадет ли биткоин до 47 тысяч долларов. Это средний вход инвесторов в биткоин. Или сразу же вырастет до 100 тысяч долларов, как говорит Боб Лукас. Ончейн информация показывает, что финансовые киты приобрели биткоинов на сумму 1,3 миллиарда долларов за последние дни. Это новый рекорд покупок, но самое интересное, что в этом году мы бьем эти рекорды уже не в первый раз. Раз, два, три, четыре, пять. Это пятый рекорд в этом году. Пять исторических скачков покупки на протяжении полугода. Это масштабно. Этот график, кстати, показывает не просто покупки, а потоки биткоинов на адреса накопления. Адреса, которые длительное время не продают. Они не покупают спотовые биткоины ETF от BlackRock. Они выбирают самостоятельное хранение настоящего биткоина. И, возможно, нам стоит прислушаться к этому. Нам стоит обратить внимание на это. Ведь все это не просто так. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok